в эфире программа взрослым о взрослых в студии психолог михаил лобковский добрый день это михаил лобковский тем у нас все моя матери спасибо конечно альмадово ритме я придумал я вот что придумал но не я придумала все психологи начинают работу вместо здрасте они сразу спрашивают но расскажите про родительскую семью расскажите про вашу маму такая знаете психоаналитически ориентированная психотерапия в общем без мамы никуда папа кстати не сюда вписывается в эту историю но с мамы начинается всегда отношения абсолютно разные у кого-то были прекрасные сейчас хорошие отношения у кого-то они были тяжелые вот вообще матери не было так как правило скажем если родители разводятся то в россии во всяком случае процентов 99 случаев ребенок конечно остается с матери а не с отцом а огромное влияние конечно мать играет на жизнь ребенка уже выросшего ребенка взрослого человека и так далее и сегодня мы будем два часа собственно говорить о том какие у вас отношения с вашей мамой на что вы обижены что вы не можете принять что вы не можете простить за что вы испытываете сами чувство вины перед своей мамой что у вас за отношения сейчас но и все проблемы связанные как любит так уничтожить психологи с родительской детскими отношениями даже когда иногда в метро едешь слышишь там есть такая в москве видимо социальная служба где психологи ну а не бесплатно они видимо зарплате у правительства москвы предлагают прийти в там московской помню городскую психологической консультации поговорить там то-то 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 и а родительской детских отношениях вот о них мы будем говорить но не вообще об отношениях а конкретно все моей матери только маме вообще считаю что с этой темой можно эфир вести лет стоя и вообще сколько проживешь даже каждый день и будет нескончаемый поток ну сайт посмотрим сегодня насколько это интересно добрый день вот так аляля да как вас зовут ирина сколько вам лет и роското детская юношеский голос мне 35 рассказывайте свою маму одного эпизода моего детства который меня наиболее запомнился когда была маленькая лет четырех-трех половине до меня мама записывала на магнитофон но там стих творение рассказать либо песенку спеть знаете такая кассета которую меня до сих пор хранится ну вот и момент когда мама меня записывал у меня что-то не получалось на им приходилось переписывать маму ужасно сердилась то есть ругалась я помню как страшно я боялась то есть однажды там буквально до слез что-то забыла подзабыла вот знаете как бы я я чем помню свое как скажем так школьные годы когда я маму очень так скажем боялась вообще вся моя успешная учеба была основана на том что я боялась маму а что именно вы боялись мама вас била меня не била мама меня не била но она такая была вы знаете вот строгая из того что била маму не расскажу как-то маленькую я тебя попробовала раз это наказать днем она сказала вообще без результ вообще но эмоций то есть ничего не помогло после этого я перестала браться зрения браться зрения ну что я боялись без всякого ремня и так понимаю сейчас за отношения с мамой больше нет я ее не боюсь более того я могу я все что угодно сказать мамами вот уже другая ситуация мама уже настолько аккуратно ко мне там позвонит маэр тебе удобно разговаривать неудобно там уже совершенно другая немножко так вас перебью на вас вопрос как бы будет или просто хотели поделиться своей истории нет я хочу у меня вопрос во первых у меня два ребенка два сына и вот в преддверии начала учебного года вы знаете не участвует вылажал руку на сердце мне легче думать о женить моих сыновей нежели о начале учебного года вот мы у нас мы ходили на подготовку к школе знаете я настолько жесткие родители требовательный и моего ребенка я прекрасно понимаю что он чувствует при этом потому что там однажды это испытала вот и вы понимаете вот я сейчас работаю я хочу увольняться и я понимаю что я никто как никто другой кроме как я не сможет и детям дать только сколько смогу дать они они не бабушки там это водилки приводилки но сама держу за это работа я вы знаете я знаете ребенок идет школу когда мы первый класс вопросу я не хочу быть жестким родителям я понимаю прекрасно что я делаю и как я делаю ира вопрос мой кто ира в чем вопрос контролировать давайте спасибо да я вам сейчас все расскажу сожалению все мечтают себя контролировать и по первых огромный шаг вперед когда чехотя понимает что он там жесткий я не знаю неадекватные нервные тревожные гиперэмоциональные агрессивные так далее не все к сожалению в отличие от или даже готовы это понять и признать но к сожалению друзья мои если у себя будете контролировать то раздражение будет еще больше расти потому что вы такой человек родились в семье у такой как вы считаете жесткой мамы и к сожалению переняли от нее какие черты характера если вы хотите решить эту проблему то вам нужно не то чтобы себя контролирует нужно измениться психологически нужно как говорят психологи проработать на самом деле избавиться от тех проблем которые делает вас требует что такое требовательность что такое жесткость это к сожалению огромная тревожность желание все контролировать это тоже проявление тревожности не любовь к себе кстати к требовательности тоже имеет отношение потому что люди которые себя любят многое себе прощает когда они себе прощают они общем-то и детей не дергают и когда чек требовательный то он говорит о том и ты это том что ему как бы в детстве всегда приходилось что-то за заслуживает как бы любовь к мамы и поэтому хочется теперь это их детям перевести что я с детей требую чтобы они чему-то соответствовали каким-то моим ожиданиям но я в это бла-бла могу тут долго разводить дать вам короче скажу и по делу не надо с ними делать уроки вообще можете вы взять отпуск на неделю а вы можете посидеть неделю с детьми пока не адаптируется в первом классе понятно дальше надо забыть где находится школа не спрашивать не что сегодня не задали не давай посмотрим не прочитай мне не давай портфель собирать вообще ничего из этого списка и не надо вам посвящать себя детям свою жизнь да приятно когда ребенок приходит из школы малого встречается обедом но это все это конец рассказа дальше вы как-то регулируете жизнь ребенка вот я люблю рассказывать в таких программах про детей что там не больше полутора часов день компьютер например выходные четыре часа да в принципе все все остальное это уже он сам должен адаптироваться в школе начать делать жизнь показывает одно что те дети которыми не занимались они гораздо более успешные а и школе они уйти намного будет лучше чем те дети которыми занимались сожалению исключение составляет отличники потому что они вообще ну как сказать психотравмированные как правило люди которыми не только занимались обстал перезанимались и они все или вообще все боятся это отдельный разговор а так если попроще то мама расслабьтесь уже и занимайтесь своими делами впереди у ваших детей сколько сейчас 11 лет по моему чё бы было 10 часов 11 и не надо туда впрягаться и этим заниматься и жизнь на этой класть я сейчас о другом вспомнил когда вы говорите что мама была строга ко мне когда она записывала мой голос я вспомнил что месяц назад я читал лекцию а я лекция вообще читаю уже наверное но с 24 лет я читаю и тут я поплыл как будто я только первый раз на эстраде а история была такая это была лекция тоже про родители и про детей сейчас точно не помню тему и и я так в шутливой форме говорю но даже если мама вас бычки тушила но что можно сказать конечно обидно на просто больной человек встает женщины гайкну дама баба мама моя обменя тушила сигареты но я вместе зала вздрогнул и мы продолжали прошло какое-то время я говорю а знаете бывает что такая ситуация что родители вообще ни при чем ребенка там не знаю в три месяца 100 стафилококкком стационар отправили на два дня но сейчас же не пускает родители сейчас не знаю помда и спор не пускает дети но от ребенок вышла оттуда полным психом абсолютно травмирование вроде как бы так далее и это же женщина стоит говорит ну как не тогда конечно не два месяца было три на остальные меня на неделю зал еще раз дрогнул но и в конце была совсем чернуха что я даже не хочу об этом говорить по радио так что как говорится у кого жемчуг мелкие у кого бульон жидкий а у нас такая ситуация что мама я понимаю в понимании ребенка это это вызывает чувство страха но обратить на какая амплитуда материнской любви от строгости до прижигания сигарет добрый день добрый как вас зовут дмитрий дмитрий пожалуйста ваша история вопрос небольшая история просто вопрос у меня в том что у моей мамы девяносто третьем году произошел инсульт вот поэтому а я в это время находился за границей собственно и как бы сейчас я приехал сюда домой в калининград помогать ну как бы ну как я не считаю может быть я чем-то могу помочь маме но к вопросу о маме мама в одно время какое-то определенное меня вытащила со скрипки я занимался скрипкой пять лет а потом пришел на гитару я стал замечательным гитаристом но все благодаря маме вопрос вопрос в том что сейчас она ко мне относятся как кому то есть она не может понять что со мной делать вообще его я честно сказать выпиваю вот поэтому она не знает как со мной бороться 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 не бороться что-то в этом же маме на вопрос часами делать а вас так отношения к маме никаких вопросов нет хорошо короткий другой вопрос тогда это по отношению к моей жене которая это малая моя я понял эту другую программу друзья мои дайте сейчас сосредоточимся я понимаю кто ты первый раз попал в эту программу не очень формат понимаете я объясню но вопрос это вообще основа этой программы вы спрашиваете я рассказываю я вам отвечаю но понятно что нельзя начать с вопроса михаил а надо хоть как-то информацию какую-то дать да надо сначала что-то коротко рассказать вам задать вопрос у меня к вам просьба так как я не знаю за уважение ко всем слушателям нас слушает очень много людей и и мне очень нравится как чек что-то долго живет и не может сформулировать или говорит вот как сейчас нашла что-то давайте вам другой вопрос мы же не в школе сейчас вы попробуйте прежде чем вы звоните вообще сформулируете что вы хотите сказать о чем вы хотите спросить и тогда у нас будет все прямо прекрасно итак телефон плюс 7 495 730 стоя один смс можно прислать на номер плюс 7 903 797 6333 добрый день михаил я очень люблю свою маму у нас не прекрасная отношения в своей жизни делаю что хочу она не возражает скорее всего потому что просто не может я сильнее да михаил добрый день мама всегда любила больше мою младшую сестру когда мы выросли родители на нее переписали трехкомнатную квартиру а потом купили еще двухкомнатную квартиру мне тоже хотят знаете да вот перед эти они конечно всю жизнь дети даже когда им самим уже 90 лет обстоит такая последняя детская фраза ей купили это и такая обида детская а потом в конце все-таки на них меня тоже любит и написано мне тоже хотят мы видим и купить добрый день здравствуйте здравствуйте как вас зовут вы слышали мою мой призыв формулировать и спрашивать я сама мама и вот у меня вопрос по поводу моего старшего ребенка и дочки четыре с половиной года и она я прошу что-то сделать я прошу прощения оля давайте еще раз сосредоточимся мы дольше не будем говорить еще раз в этом слышали слышала нас о чем передача о детях воля воля в другой раза аман тогда пока смотрите друзья мои для тех кто не знает прямо хочет спросить но не в тебе не мучайте себя а у нас каждая последнюю субботу каждого месяца абсолютно на свободную тему два часа все что вы не можете задать в другой программе тоже не соответствует вашим чаяниям вы можете задать эти вопросы когда будет последнюю субботу любого месяца несмотря на то что отношения с мамой в детстве в юности были далеко не идеальны я не испытываю к ней обиды у меня нет никаких претензий вот только любить тепла у меня тоже нет почему и можно ли с этим что-то сделать вот это вопрос наконец нормальный человеческий вопрос программа которая называется все моей матери а что можно сделать с тем чтобы изменить отношения я не верю что это вам даст какой-то любовь или тепло но вы хотя бы будете понимать почему так потому что а мама видимо ваша чек тоже не эмоциональный потому что не было своя мама но и так далее это бесконечная история если вас нет обиды и претензий это уже прекрасно потому что к сожалению большинство они есть а мама такая какая она есть вот в детстве отношения идеальные у меня не было выбора чек вот вот такой выведет себя соответствии со своим статусом психологическим и вот понимание этого может помочь вам чтобы ситуация ник не то что она изменится вдруг откуда-то любовь то не появится конечно но спокойное отношение хотя бы благодарны за то что вам дали жизнь может появиться добрый день добрый день как вас зовут леонор пожалуйста наша семья такая странная традиция у меня разница с братом 12 лет точно так же у моих детей разница между сыновьями 9 лет происходит то что в моей семье любимчиком являлся мой брат то есть младший и теперь по как бы в поколении моем моего любимчика не является опять младший и до этого у меня конфликт сыном вот вы сказали любимчиками это чем-то выражалось конкретно это выразилось в том что как раз переходный возраст кого который действительно очень такой нестабильный возраст 12-13 лет и рождение моего брата соответственно я запрет на все кроме пеленок как говорится уборок прогулок с братом она что запрет запрет на прогулки с друзьями именно брат а как ведь почему мама вместо не всего в 12 лет он запрещала гулять друзьями к это отношение имеет появление младшего брата помощника являлась я помощник это же понятно так как-то вот так уж и ваш вопрос мой вопрос как переступить и вот это вот наша семейственность так сказать или самой не так любовь со старшим до да вот как нибудь со старшим тоже самая история спасибо спасибо за вопрос давайте я в отвечу не только вам на первое что вы должны иметь ввиду что не надо никогда старшего ребенка говорит что он старший что он взрослый что он должен уступить и бла-бла-бла не надо дети очень обижаются они не хотят быть взрослыми хотят быть детьми а и по отношениях младшим как бы от них требует быть старшими с пониманием с прощением и так дальше это неприятно и тем более нельзя сравнивать детей и тем более нельзя заставить перепахивать старшего по уходу за младшим потому что это может нарушить отношения между детьми на всю жизнь если он сам хочет ради бога если не хочет и надо заставлять и начать дети не будут просто любить друг друга когда вырастут но дальше мы через пару-тройка минут продолжим этот разговор взрослым о взрослых а друзья я еще раз напоминаю что эта программа что моя матери это как-то общее название взрослого взрослых под название все мои матери вы сейчас слушали благодаря мари армаз песню из краски на фильма хорошей песни если ты знал что на из этого фильма вот но я хочу не об этом сказать я хочу сказать попросить чтобы мы сосредоточились эта программа исключительно построена на вопросах сам я не очень люблю когда по радио размазывает долго но очень долго размазывает поэтому пожалуйста именно о маме именно вопрос который конечно как правило ему предшествует какой-то рассказ добрый день алло как вас зовут алло добрый день михаил меня зовут светлана делать так мне не будут размазывать как вы говорите у моей мамы на ответ умер отец она была такой достаточно отцовской дочкой и помимо мама осталось еще две сестры и не таких был 33 мама старше получалось что мама видимо но в силу того что она старший ребенок чувствовал какую-то ответственность и выйдя уже 18 лет замызом его отца на каждый год вместо отпуска ну приезжала к бабушке брянскую область копала там ей бабушкин огород занималась делами бабушки и теперь получается что мне 28 лет я как бы я в полной семье я живу у меня есть папа старше брата и у нас есть дача у меня есть личная жизнь я 7 лет уже живут молодым человеком и мне получается так что когда начинается дачный сезон у меня мама постоянно заставляет приезжайте и заниматься вот этими делами дачными а мы молодой человек из-за этого периодически какие-то там эмоции хорошо а вы что хотите или мне хотите а я я в принципе хочу помочь но я всегда хочу что вы даже сейчас и ед на дачу он остался в москве приедет по пользе у нас получается как то что яблоко раздора он хочет чтобы ваш вопрос вопрос там как наладить контакт с мамой чтобы она понимала что мне подождите знаешь что еще делает вы сейчас бегаете между мамой и бойфренда вы понимаете не надо всем угодить замучитесь и вспотеете бегать вы сами что хотите не спрашиваешь что вы готовы а что вам нравится именно хотите на дачу помните девочка что ты хочешь что-то оторвали голову или на даче это на даче муля она хочет на дачу вы хотите на даче я правильно понял но мне его к быкараде я готова у вас так и фрагировка это видимо от мамы идет когда люди вот мама надо надо например я тебя чувствую как маленькая девочка например она не говорит приезжай сделай это а я и тоже пугай и получать 28 лет если вы хотите решить эту проблему для этого звоните сюда правильно вас нет ни мамы не молодого человека у вас даже нет слова готова потому что у вас семье видимо от бабушки появилось а может быть это еще бабушки и слова надо который заменяет всю радость от жизни более того да все понимают что это город тоже нафиг никому не нужен никто не кормится это для удовольствия делается поэтому последний раз прошу вы чего хотите конкретно сейчас суббота вы что хотите делать выходные дни вот и катаетесь и будет вам счастье но так вот видите с трудом более не менее это похоже на такой нормальный диалог с вопросом мама погибла в я на глазах не было 15 лет сейчас мне 38 до сих пор обиды на ее ход что она не послушалась и стала приходить дорогу как этого не следовало делать как и ее простить или как не видеть себя что я никак не могла повлиять на это событие катя катя я понимаю что человек когда у нее горе он всегда ищет какой-то смысл в том что происходит и происходило до или мама предала меня перейдя улицу на красный свет и умерла или я могла предотвратить но я этого не сделал ни то ни другое не правда правда в том что мама такая как есть и она всегда видимо нарушала правила когда это произошло это уже другой вопрос это могло быть при вас не при вас в этом возрасте в другом возрасте достиг в принципе а не соблюдает правил движения то есть есть на вероятность того что собьет машину великая сам не всегда соблюдаю это вопрос уже личная ответственность человека или без ответственности когда он ну думает но проскочил и так всю жизнь как бы и проскать и очень многие большинство это сказал просто остаются живыми маме не повезло это первое второе вы на эту ситуацию не можете повлиять и не могли повлиять потому что вам 15 лет и как много понимаем мама вас бы вряд ли послушалась вы дней вы ее ребенок они они ее мать она вас просто наверно послала бы если вы стали там и не знаю за руку и хватает кричать мамы по переходу и так далее сожалению никак никак это надо принять что это произошло и жить дальше все что я могу вам сказать потому что так у людей устроена психика что они им кажется что можно было по-другому можно было не в этой месте и так далее вот так произошло и это собственно то что есть ваша жизнь добрый день михаил добрый день добрый день слышно серебряного дождя во первых хочу подарить вас с днём рождения здорово вам крепкого меня зовут роман спасибо вопрос мой следующий я действительно пытаюсь каким-то образом повлиять на нынешние своих родителей меня не устраивает как они живут хотел уточнить как отношения они живут имеют все возможности для путешествия любого могли бы возможности любого времяпрепровождение ограничились проживания в загородном доме смотрением телевизора я слышал все выпуски ваших программ большим счет многое не действительно понятно но непонятно как изменить свое отношение как передать по этому поводу переживать хороший вопрос роман узнать что мне интересно вашем вопросе во сколько родителей хотят изменить жизнь детей мы амиду взрослых детей да вот какая-то мать защиты думает слушать а мой то наркоман но я ничего не могу садили в мой бухает и бухает и какая-то у нее жизнь я как мать страдаю ничего сделать не могу вот мамы дорогие видеть как это бывает когда дети не могут смотреть как вы живете хотя роман вывести трагедии какая-то проблема большая общего с такой к этому отношения все вы хотите чтобы они куда-то ездили сами сами не хотят объясните мне я перестал вычинить близ в глазах только лет вашим родителям они родительники они 54 года молодые смотрите просто все психиатры считают что пожилым людям нужно давать антидепрессанты но 62 года они не совсем даже и пожилые хочу сказать папа еще до пенсионного возраста не дошел до в россии по возрасту если это депрессия если они действительно стали сдавать или они раньше такие же были или они раньше наоборот ездили ездили а потом сели дома это вопрос не могу сказать что они начали слава богу сдавать сам образ жизни которые они для себя приняли у меня почему-то вызывает ну какое-то негодование внутренние то есть мне кажется им очень хорошо они как раз за время брака стали одним целом скажите пожалуйста я понял а мне тоже есть встречный вопрос к вам когда вы были ребенком было что-то что их там не устраивало что они не могли принять его вашей жизни но когда вам было 5 лет 10 15 20 меня странную историю что он не свое детство то есть у меня очень большой объем информации в голове и у меня отсекается там десятилетиями периода моей жизни тем не менее в режиме реально времени не могу вспомнить могу стали говорили роман рома это неправильно рома ты неправильно живешь рома это это не так не было такого нет не было не было они принимали вас всегда что как бы они принимали меня всегда роман я желаю вам то же самое по отношению к вашим родителям это единственный выход принять их жизнь сказать что это взрослые люди они мои родители они так живут это их выбор здесь ничего плохого нету вот людям так нравится но почему-то вас это вызывает протест плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать стоя один телефон и сама из можно прислать на номер плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 я напоминаю все мои матери сегодняшняя тема я отвечаю на ваши вопросы добрый день у меня еврейская мама она все отрочество начала жестко контролировать мою жизнь не давала денег на корм расходы форм а корм . видимо кормление имелось ввиду и запрещала работать пожизненный шаббат потом она а придем шаббат то нарезка принял . я стал работать а почувствовал до конец радость жизни директор который что будет дальше спрашивать евгений или дальше будет еще смешнее вспоминается два анекдота первый называется чем отличается еврейской мама террориста тем что страница много можно договориться и 2 я вспомнил когда тоже еврейская мама дарят сыну на день рождения два галстука и он выходит на день рождения гостям галстуки в одном как вы понимаете она подходит ли то что второй не понравился евгений примите это просто как национальную особенность считается сюда еврейский мама в этом смысле немножко перегибает палку в контроле добрый день алё алё алло добрый день здравствуйте здравствуйте меня зовут евгения поздравляю с днем рождения дня рождения у вас сегодня день рождения да нас поздравляю сколько вам исполнилось 26 так я просто подумала мы сегодня у небольшого конфлик с мамой и я подумала что такая судьба позвоните вам и выяснить ситуация тема эфира даже у меня родители в детстве в общем пили то есть вот или на станем пили там как бы и папа и мама да и папа и мама да так у меня нет к ней уважения и тех совет который нам не дает как бы я не могу воспринимать ее потому что она не вот только как будто жизнь не дала правильничка позиции то есть научил не воспитала меня и мне нет как не уважение а кто вами занимался когда было ребенком если она вас не воспитывала ну в основном бабушка но периодически я была туда мута у бабушки так вот бабушки огромное спасибо то вот чем вопрос а ну вот в том что как бы мама не дает по стенке то советы сейчас я не могу воспринимать ее ну серьезно так уважительно нет уважительно уважительно понимаю а вопрос ну вообще вопрос как и отвечать чтобы я не обижать или это я хочу сказать первая часть рассказа ко второй на самом деле прямого отношения не имеет потому что ваша мама на самом деле конечно достойна уважения она же вылечилась я правильно вас понял да да вы просто не понимаете насколько это серьезно но для больного человека алкоголизм это заболевание авторских разряда химических зависимостей и очень многие люди не лечатся не то что там у них не получается они даже до этого не доходит понимаете да ваша мама это сделала я думаю процентов на 99 и за вас или вы это не понимаете то есть она пила пила на ну как бы она когда страдала она уже была чеком но не здорово все психические заболевания алкоголизм об этом и мама взяла себя в руки потому что она в какой-то момент может после смерти отца я не знаю что есть дочь она любит и она хочет быть нормальной матери вы понимаете и она сделала очень тяжелую вещь она перестала пить это вы тоже понимаете из-за это можно уважать но то что вам выносит мозг советами какая бы они были по делу это вообще утомляет любого ребенка дарь снимать вообще никогда не пила потому что вообще правильно мама когда вас просит вы скажете а пока вас не спрашивать и можете просто спокойно сидеть и радоваться что у вас есть дочь и вот весь разговор то есть я надо сказать не надо думать обидеть его или нет вообще не ваша проблема вы же мама любите с вами догада маканину и мамы я тебя люблю и когда давай пока тебя не спрашивай не надо мне рассказывать чем не делать нет раздражает но вот весь разговор мама конечно с первого раза не поймет вы с ним по телефону общается вы живете вместе если мама не поймет я придется как-то учить этому каким образом эти мама там но не надо одно и то же десять раз говорить это в один раз я должны сказать вам не это не нравится что не даешь совета как только мама звонит опять дает сетовать мамой слушая пошла по головой и так после десятого раза мама уже придет сознание если это давать вам перестанет чем собственно и желаю скоро увидимся в эфире программа взрослым о взрослых в студии психолог михаил лобковский почему силами мариарма сейчас прозвучал из эфира если кто-то пропустил слова в песне вот они написаны она читает метро набоково я сижу около веревочки связаны маме доказано самое главное как бы для мамы и так все а моей матери 731 телефон и сам из можно прислать на номер плюс 790 3797 6333 я продолжаю читать про маму моя мама с детства твердила ко мне что у меня несносный характер мне нужно жить одной я ни с кем никогда не оживу живусь мне 36 лет обернет отношения есть обида на маму за и ошибки как предстать обижаться и поверить то что я могу уживаться с людьми она чтобы поверить в это она надо немножко повзрослеть вам 36 лет а вы считаете что причины по которой вы не одна это потому что мама говорил что вас характер тяжелый вы ни с кем не можете жить вот если вы возьмете на себя ответственности скажете то что мама говорила меня вообще пофигу вот это моя жизнь 36 лет и то как я а и какие отношениями с людьми это уже моя ответственность вот этот момент у вас начнется что-то в жизни меняться добрый день говорите пожалуйста здравствуйте 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 меня зовут вера я позвонила я не поняла это вера это вам снится но вы все равно говорите да у меня такая ситуация просто а у меня мама она все время у нас была такой домохозяйкой то есть она никогда не ну вера что вас звенит алё-алё что вас там звенит это сейчас молодой человек выйдет с дольцем с молодым человеком чтобы мы уже в тишине поговорили да 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 вот у меня такая ситуация у меня мама все время занималась больше домом семьей и карьере но она работала на одной работе немножечко на другой и все было не очень успешно вот а потом как бы меня она воспитывала как ты меня самая сильная самая смелая самая красивая вода бьешь мама кормится растила точно ну да как сама она не работала ну да а и выросла я с тем что я должна жить точно не так как мама то есть я должна в первую очередь карьерой заниматься меня сейчас 26 лет у меня нет ни семьи ни детей и я как бы у меня и кроме того у меня не складывается и в карьере потому что когда мне что-то нужно сделать именно в карьере там отправить какие-то письма или еще что-то я откладываю эти дела и начинаю гладить белье стирать заниматься какими-то домашними делами а самое важное что мне нужно сделать чтобы добиться чего-то в профессии я откладываю на потом и вот мой вопрос я не понимаю что со мной происходит и что мне так узнаете как вас зовут Вера Вера у вас очень интересная история я думаю я вам смогу помочь вам кажется это такая рациональная история вы головой понимаете так как вы не очень вам нравится импонирует как ваша мама живет вы хотите жить по-другому я правильно понимаю да а на самом деле как все-таки дочь своей матери вы не хотите строить карьеру у вас это как бы такое рациональное решение что это правильно это надо мама вдалбливала а это на самом деле неправильно нет никакой карьеры если человек себя реализует то есть он занимается тем что ему нравится у него карьера выстраивается сама собой если он просто тупо добивается каких-то целей люди обычно двух целей добивается они добиваются денег или там власти которые собственно карьеры имеют прямое отношение этого добиться можно это не приносит никакого удовлетворения вот чем проблема понимаете то есть вы все любите бежите как вот зайчик за морковкой на чем собственно западное общество построено и в этом его невроз и все время пытаетесь что-то достигать чтобы улучшать качество своей жизни это история про деньги карьеру малоинтересны идеально это можно было решить если просто занимались что вы любите вы кроме как гладить что мы все любите да я вообще очень люблю свою профессию но но именно почему-то я когда мне нужно что-то сделать какой-то рывок чтобы чего-то добиться я а вы можете рывка не делать и ничего добиваться просто делать знаете есть такое выражение делает то что делаешь и будет то что будет можно при этом не рваться никуда вот без прыжков можно жить вера наверное да вы просто избыточная как сказать у вас избыточная требовательность своей с того что вы делаете она вам это то что у вас происходит прокрастинации вы откладываете потому что у вас это нервирует а если вы будете спокойно делать но когда сделай тогда сделаю а вообще могу и не сделать но если получится прекрасно вот к вас отпустит вы будете спокойно относиться к тому что вы делаете будет вам счастье еще вопросы есть спасибо большое пока ну что я могу сказать друзья вы на 3-4 минутки расстанемся а потом обратно воссоединимся вот пошел второй час вопросов связанных с мамой программа называется сегодня все татьяна мне 31 год звоним по поводу мамы задать вопрос у у меня отношения были с ней в детстве вы знаете очень близки а там меня прям в попку целовала обожала восхищалась всегда и они очень резко испортились когда я вышла замуж и они испортились настолько что я начала себя вести гнусного когда эти подростки там в средней вот это вот полосе когда там от 13 до 15 грубятся вы смеевают дерзят и потом когда я развелась все стало более-менее нормально вывели себя так или мама себя так я я вела себя потому что когда вы вышли замуж и старая по-другому вести а сколько вам лет было мне было 25 лет так вот и она просто начала активно мне давать советы по поводу того как мне быть с мужем и совет они абсолютно противоречили вот моему представлению жизни это поэтому все так вели но вы знаете я просто в этот момент я поняла что я честно говоря я не могу ее уважать потому что то что она мне советовала это за грани моего представления но она мне сказала что если дела не лазится то ну заведи любовника мне показалось для меня справлютая мама но нет но вы знаете продвинутая а я когда и в какой-то момент припомнила это нагреты что я не могла такого сказать я говорю мам но возможно тебе это помогло я не знаю я не хочу это даже влезать копаться в этом и меня вот этот совет он просто убил потому что всю жизнь не с детства она внушала какие-то высокие диал тургеневских романов что любовь и тендер на разрыв аорты что если один-то на всю жизнь что вот самое главное в жизни это вот отношение мужчины и женщины вот и сейчас когда я осталась одна честно говоря мне работ пошел на пользу потому что я вернулась душевная спокойствие равновесие начала жить намного больше радости меня по его жизни чем во время брака вот и мы с ней более-менее у нас стали улучшаться отношения потому что я стала терпения я стала к не относиться без требований без каких-то то есть мама и мама но я вижу что она мне помогает если и она все время требует какой-то вот чтобы чуть ли не в поиск ланил грилла мама она не то чтобы формулировать она знаете как вот я недавно пережила переезд это переезд они учили помогли с папой потому что перетаскали вещи и так далее и она говорит вот ты цени нас ты смотри потом не забудь об этом а я естественно не забуду потому что не так часто переживай и моя благодарность она и в том что я там слезами заливать я вам это решится мама так говорит очень интересно конечно она 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 хочет чтобы она как сказать вам не чувствует что вы любите она как бы начинает уже в прямую просить вас об этом понимаете вообще не надо ничего говорить вообще не надо ничего делать то что делать не хотите на силу и все не надо вот понимаете она это не чувствует может правда произошел как раз такое охлаждение во время вашего брака понимаете и сейчас когда она как вы говорите требует благодарности она на самом деле хочет услышать что мама чтобы типа мама я ценю что ты помогла мне переехать я помню об этом так как она этого не слышит она от вас начинает требовать но такой детской поведения как странно вашему вот их а это главное мое от ощущение у меня ощущение что у меня инфантильные родители они все время перекладывать на меня ответственности как ты скажешь так мы сделаем а что ты думаешь я от них не чувствую защиту пардон 2 лет может уже надо завязать защиты от родителей 30 один год чтобы сама прибегая горе я все за вам делаю они грех таням ты должна ты должна они часто вот это вот использует формулировку типа мы тебя родили мы тебя воспитали и ты нам должна они могут они могут что хочешь спросить это их проблема они могут говорить стучать кулаком по столу помните о том что они вас ловали в попку и носили на руках и теперь это очень важный это формирует все вашу жизнь а вот эти вот вещи которых вы говорите я думал что рано или поздно мы в разговоре на это выйдем очень тяжело ребенка понять что родители совершенно обычные люди простые с кучей тараканов в голове потому что ребенок воспринимает родители как божество да какая-то огромная каменная стена в который то что опереться можно на ней жить можно и тут когда ты вырастаешь ты понимаешь это не так у одной девушки и слышали мама алкоголичка была папа умер видимо тоже пила мама вылечился так далее все они совершают ошибки было письмо вот от девочки которые мама просто тупо не так улице перешла не по переходу я просто нас разбила машина на 15 лет осталось без матери то есть поведение абсолютно как у детей как у дебилов как у дураков как я не знаю кого хотите да а это же родители наши как и вот это разочарование она очень травмирует и вот вы сейчас говорите собственно об этом типа михаил как это так чуть-чуть такие странные черно так ведет себя странно она сядет их ребенок да абсолютно я просто хочу понять сохранить нехорошие отношения чтобы мы расставали к легким сектор то что часто бывает что мы с ней прощайся хожу домой плачу а я не могу объяснить мне настолько грустно мне настолько вот иногда бывает правда и жалко и и я могу понять что жалко у нее хорошая жизнь она реализована в работе она с мужем все в порядке двое детей две детки красавицы у нее ну а вот у меня бывает какое-то ощущение что у меня ну вот разносердце очень тяжело я хочу к не относиться на равных я не хочу относиться покровительственно или там потом ее оправдывать я думаю что я могу предложить сделать вести себя с ней как с любым человеком взрослым вывели бы себя не надо то что мама это то что у вас кается в сердце и в душе вы не любите это то что отличает ее других людей но при этом подстраиваться точно не надо ведите себя так как вам себя комфортно вести не хотите бред слушать не слушайте не хотите типа их делать потому что мама сказала сделай не делайте видите как с любым человеком вывели но вот это вот сама идея того что это с одной стороны чек ну такой проблемный что ли не уверены в себе что-то просящие требующие но ищий это же время это та самая моя мама который я вообще в рот смотрела вот он такой слабо на такой слабый человек а что вы думаете родители они что сильнее чем дети потому что они старше знаете вам такой пример сейчас приведу чтобы всем было понятно что даже ребенок грудной может быть сильнее своих родителей вот вам пример а вот там родители родили ребенка вот ему предположим полгода три месяца неважно то есть вообще совсем реально грудной и он начинает кричать ночью орать но не знаю предположим ничего не болит он требует шиву на руки взяли такой возьмем вариант вопрос или он первый замолчит и уснет или родители мама в частности не выдержит и возьмет его на руки я не говорю как правильно правильно как хотите так и делаете тут нет правил то есть если вы считаете что надо взять на руки не даже не считаете что надо вам хочется берите вопрос другом кто из вас сильнее понятно уже в этот момент потому что независимо от того что ему там три месяца он по характеру может вас переорать то есть имеется ввиду что у его крик заставит вас сделать то что он хочет а именно подойти к кровати взять на руки и тогда что он добивался или он кричит а вас прямо стальные нервы вообще кровати не подходите и он понимает или чувствует что нет он слабее бывает конечно ситуация когда вы сильнее в то же время не хотите чтобы ребенок кричала просто берите на руки но когда идет борьба или он первый заткнется или возьмите на руки вот четко понимаете кто из вас сильнее вот я могу сказать про себя у меня ощущение было всегда что мой ребенок по характеру гад гораздо сильнее чем я достаточно только один пример когда мне дочь была маленькая и клали подарок например ночью но детям у кровати она могла полночи и даже не трогать его дождать утра но я считаю что железные нервы самое главное родителям где где детям когда родителям когда не понимаешь дети сильно не ломать детей потому что сломать ты можно выжить взрослые люди это наоборот счастье для родителей когда и дети сильные по характеру это что они сильнее чем родители это тоже хорошо значит следующее поколение будет еще здоровее здрасте михаил меня зовут татьяна мне 31 год в детстве мама меня била особенно подросткового периоде два момента помню четко запустила в голову тяжелую рюкзаком с учебниками таскал за волосы била ногами причем мы четыре причем с братства так не полиси сестра она так не поступала я до спорта не обижна как-то не возвращаться постоянного эти воспоминания просить ее и не вариться в этой обиде спасибо дорогая татьяна ну во первых я вам хочу выразить сочувствие как вам не обидится не так просто дело в том что то что вы рассказываете про маму в это том что у вашей мамы какие-то психические проблемы ну например мы делаем маниакально депрессивный психоз у нее мог быть или как сейчас он называет биполярное расстройство она как минимум агрессивная и второе она как минимум имеет психопатические черты характера она не контролирует свои эмоции то сюда эту агрессию не может никак контролировать она вас била не потому что она хотела вас избить и она хотела вас наказать или доказать что-нибудь она разбила потому что она не справлялась со своим со своими эмоциями она вас чек не очень здоровый я думаю будет ли вам от этого легче я не знаю а обидеться можно уже не на ее действия на то что вот вы как заложенных такой семье вот вы мужа можете выбрать мать с отцом выбрать вы не можете и вот в этом смысле наверно обидно что вы родились вот у таких родителей в частности у такой мамы который к сожалению не совсем адекватно притом если вы спросите почему а вы говорите про неадекватность даже не трогала например брата и сестру я вам объясню а потому что какие-то эмоциональные вещи вас у нее вызывали агрессию а у брата и сестрой не вызывали то есть у них другой психотип который ее не раздражал это не вопрос кого она больше или меньше любит она вас тоже любит это просто что что-то запускала и и вот этот психопатический механизм посещала начала начинал драться бить и так далее это я никак не оправдывает в смысле что ну да это правда но если бы вы были взрослым человеком не дочери а ее матери вы бы ее производитель на положили в психиатрической больнице потому что для предупредительного лечения есть как раз такие статьи как нанесение ущерба физическому и психическому здоровью своему или других людей вот ваша мама как раз подпадает под других людей которому она наносила ущерб физическому здоровью но еще раз примите мои так сказать соболезнования к сожалению это так еще что хочу сказать у всех детей которые сейчас слушает эту программу и думает и меня мать била и меня и отец и так далее это не то что они били потому что они вас там ненавидели хотели не знаю сбить вообще убить они били потому что они реально неадекватные люди они нездоровые психические люди для тех любителей физических наказаний которые вас сейчас тоже к сожалению слушай а может наоборот к счастью это им поможет только в россии это называется но такой способ воспитания как физическое наказание во всем мире это обычные уголовные преступления если соседи слышат или вы на улице это делаете ли сам ребенок например жалуется детям во всем мире раздают но я имею ввиду большинстве стран европа раздают такие бумажки в детском саду с телефоном доверия короче говоря вот это то что называется на самом деле физическое насилие приезжает полиция забирает ребенка приемной семьи родители лишают родительских прав и никому не приходит в голову считай что это такой способ наказания зато типа я какого удара я потом чувство облегчения иначе я вообще возненавижу это как раз играть о том что родители психически не стабильные люди это в лучшем случае а в худшем просто еще нездоровые но поехали дальше добрый день здрасте меня зовут ирина как ирина да вот у меня ситуация такая у меня мама в детстве не давала расслабиться я была помощница как не заговорили ранее у меня брат такой стихотворение было бы прямо с этих строчек начали мне мама в детстве помнить что дальше выколола глазки чтоб я шкафу в аренде не нашел я не могу теперь читать стихи и сказки но чувствую слышу хорошо продолжайте вот и я занимала какой-то работа по дому независим от того не знали и была и реальная тема и должна была не помогать вот она просто не могла вот и сама расслабиться и не дать высыпаться по выходным вы чувствуете вы было девочек что сейчас сказали в скале очень правильную фразу она не могла сама расслабиться это очень важно понимает и мне тоже жить не давала так понимаю но я до конца ты не простить не могу улетит такая ситуация что я два года не работаю я беру как бы этим во-первых не надо сваливаться нам ваша не работа вы можете да дальше мстит как говорила моя мама так она до моему отцу что меня мой муж бьет такая поговорка была вы мстите на самом деле себе второе вы в том как формулируете эту историю сами понимаете вы сказали очень важную вещь что мама не могла расслабиться конечно вас не дергалась бы она могла расслабиться аж вам было еще приятнее моя мама тоже мило кучу проблем и я помню когда я смотрел любимую передачу спокойки спокойно ночи малыши примерно минуты через три или через пять к начинал с раз только мультфильм начинали показали она подходила так и диму мой мой пол на кухне я говорю да она кое через 10 минут я помою нет вот успеешь быстро помыть можно смотришь врача сейчас то это сказала пошел полу выключала телевизор почему ровно потому что почему ваша мама а жуткое чувство тревоги неспособность расслабиться она не знает вот куда и чусь а это этот сидит них черта не делает а пол грязный и все понимаете да да это не то что она там мстила меня вы меня любила но она с собой ничего сделать не могла она не могла смотреть на ситуацию когда кто-то вообще на расслабоне и там сидит на телевизор смотрят и более родной сын видимо от этого крыша ехала она тоже видимо считала не считала это это вопрос не выбора рационального вот эта психопатия такая что чек должен чем-то быть занят и ваша мама ровно это еще мне было не было лет двадцать чем-то меня была подруга а она у нее было еще интереснее история наград представь что это я сплю вот а в два часа ночи и вдруг мать входит в комнату срывает одеяло горит иди пылесось ковер потому что матери бессонница и она не по и жуткое чувство тревоги она не понимает что не так и ковры не про пылесосить кто будет пылесосить и все света и звали она радует света гать мама вы счете по головой ударялись ты как смотрели и пылесосе короче это друзья мои так как многие через это прошли что вам хочу сказать ничего личного мама не пыталась вас убить в этот момент или испортить вам жизнь просто ее патологическое чувство тревоги заставляла заставлять этот автологии до заставляла заставлять но хорошо а своих детей шоколады все припахивала вы должны всеми что-то делать продача кстати тоже вспомнил когда еще был для 12 не заставляли туда ехать учета в ней копать я дачи не взлюбил прямо с детства из-за этого тоже родители считали что дети должны чем-то заниматься между прочим а даже без фанатизма я уверен что многие мамы которые вас сейчас слушают детей а запихивают во всевозможные кружки и секции у детей вообще нету секунды свободно не считаешь это правильно это нормально такое на этим раннее развитие это называется хотя вся наука уже опровергла сказавшую то всем бессмысленное занятие что все дети которые прямо уже в яслях начинает учить английский а в детском саду уже записано в молодежной сборной по фигурному катанию они примерно к пабертата уже ничего не делает то есть никакого английского никакого фигурного катания английский живя в адмии можно вообще за год выучить ребенка даже не уча просто живя а фигурное катание находится катается не хочет не катается и все это бред и все это никому не нужно никакого результата но выхлопа там нет в этом раннем развития многие ребенка не могу я суббота воскресенье то че сидим надо что-то делать так я добрый день я часто катекуя своя мама за ее внешний вид поведения и т.д. хочется чтобы она была более современной объясните природу такого поведения дмитрий 33 года екатеринбург у вас конфликт с мамой вы она вас не устраивает не важно что вы зацепились за то что вы зацепились она не так выглядит не так ходит и так разговаривает не так одевается и так далее что о чем эта история у вас есть обида на маму который порождает соответственно агрессию агрессия вы должны себя как-то объяснять что вдруг на к маме прикопались вот вы начинаете искать какие-то конкретные вещи поведения вне свит и так далее а надо разобраться что вызвало каким образом мама вызвала вас детстве обиду который сейчас переросла в агрессию добрый день говорит здравствуйте здравствуйте михаил поздравляю вас с прошедшим днем рождения спасибо как вас зовут у меня зовут татьяна у меня такой вопрос у меня мама много лет почти 10 лет болеет деменцией причем очень тяжелой форме я за ней ухаживала последние три года все было очень тяжело как бы и она ну так кричал и по ночам не приходилось там много я не работал много лет я не работал час 20 дней она умерла и учет я стал говорить так вообще общем-то спокойно все переношу но я вот сейчас 20 дней я не так как я не работаю я в общем-то отдыхаю но у меня как-то началось какое-то волнение что нет ли в этом ничего страшного что как бы ну какой-то я такой может даже не апатии насколько это нормально сколько сколько вообще имеет смысл отдохнуть потому что честно говоря я боюсь ну как рубежные вроде как психологи говорят что ученики процентов тех кто ухаживал за такими больными тоже геймер не может быть от работы вы знаете что ухаживающий причем дело в том что очень много людей из партинсона мы с альцгеймером уж деменции тут вообще забита дома до представил то вообще работает и живут мама пока не деменция на последнее отмиралка что возможно ты была и альцгеймером уже все это не проверяет она так давайте порядок это порядка первое это не заразно то есть вы не можете за это ничем заболеть это понятно но это да мне просто я думаю что у меня уже психика призов развязывать и читать интернет там много написано всякой фурги второе я ваша реакция на мамину смерть тоже понятное во первых и были к ней готовы когда-то ухаживаешь за больным человеком но больным болезнь которого в результате приводит смерти да не все с болезнью приводит смерти то вы уже стали это же не один год продолжалась готовы поэтому такая реакция понимаете меня не потому что вы бесчувственны не эмоционально и так далее потому что вы это переживали каждый день изо дня в день течение многих лет и когда это произошло это был обычный ожидаемый день вот такая вот неприятная история мне просто более даже другое ничего то что я вот сижу 20 дней ничего он делаю не я думаю что вот 10 лет последние три года были вообще последовало лет 82 и она 70 лет уже до этого страдала да ну просто сначала это все было так я начну рассказать надо есть такие вещи пусть вот такой звонок важно я считаю что я хочу чтобы так и в многих пожилые родители кое-что сказать деменции можно отодвинуть или вообще можно обойтись без деменции первое это конечно же некий здоровый образ жизни в котором нет там сигарет и остального связано с сосудами вещей значит скачь сосуды головного мозга но если они все забивается они в мозгу тоже забивается второе вот помните был человек который вот позвонил сказал что родители живут в доме никуда не выезжают там вроде бы нормально но его это раздражает вот когда с возрастом люди начинают жить одной и той же жизни повторяющийся как фильмы день сурка ну то есть они никуда не ездит они не выходят из какого-то из как из какой-то вот но на но такой стереотипной жизни да у них каждый похож на предыдущий это влечет за собой деменцию в чем к чему потому что мозг не развивается новые нейронные связи не образуется поэтому рекомендуется вот те геронтологи которые работы с деменцией они предлагают такие вещи как писать справа налево ходить задом наперёж по-другому шнурки завязывать по-другому зуб очистить зачем для того чтобы новые откладывать нейронные связи в мозгу потому что мозг начинает деградировать от того что вы не развивается то что вы все время делаете стереотипные вещи с возрастом сужается жизнь почитайте не надо только заставлять родители сходить за ром наперед и слева справа налево писать не дай бог на мне буквально понимать хотите геронтологом обратитесь вот когда человек все время обучается что-то вот предлагает старикам стихи учить языки начать учить это отодвигает деменцию и можно вообще-то сказать прожить всю жизнь без деменции а вы действительно работали столько лет работали жили с мамой вам надо передохнуть у вас начнется новая жизнь вам самой сколько лет мне 40 ну молодая еще но просто вы видите стереть и стереотип он должен пройти начаться другая жизнь не можете сами идите психолога мы с вами на пару минут простимся взрослым о взрослых ну вот продолжаем разговор о матерях тогда мы все мои матери обижена на маму за то что я личные интересы карьеры на прибега на всегда ставила выше интереса других членов семьи от этого мы с отцом страдали хотелось больше внимания любви юлия дорогие друзья есть такая особенность кто знает про мои шесть правил я стараюсь не отвечать когда меня не спрашивает вопросов здесь не было мама пришла работать уборщицы когда я переходила в старшие классы школы при этом всеми фибрами своей души показывала какой унизительный этот труд это было сделано вообщем с целью чтобы я хорошо учился желательно на отлично приживание мое не хочется даже когда я учился не столько нужно было заполнять место работы родителей а в этом случае это была мама что не получился не должно получиться меня при этом не должна была быть хорошая дочь через новый перед людьми не было стыдно это как гири на шее мне было и стыдно я любил или хотела оберегать осталась обида что делать когда я высказал почему она так сделал я уже не помню на меня обвинили как я возьмела так не относиться вы знаете сейчас помню такую историю я работал на пролетарке в какой-то школе номер уже не помню и там были была семья у которых который было четверо девочек и мама с папой мама с папой это было советское время работали на нереально денежной работе сейчас такое же не бывает папа работал старшим официантом в ресторане арбат а мама просто официантам но не миллионеры не миллионером и люди были богатые просто нынешнем официант и даже не представляет что такое было работать официантом на калининском проспекте но неважно короче вдруг один прекрасный день но то есть у них было столько денег что например они пригласили всю школу на день учителя и кормили по или в ресторан арбат бесплатно иди сладкая смешная историю челяки дураки они все пытаются про школу поговорить тогда папа встал сказать и договоримся про школу как заговорить и рубль кидаете фраза и все заткнулись зарплата была 69 рублей и вот как-то еду я зимой помню в школу 8 утра смотрю папа стоит по табуреточки в синем халате и приколачивает разбитое окно горы папа шоу здесь делаете он знает вы знаете михаил бы женой решили я михаил александрич какой михаил я это мне было 23 года наверно от михаил санч мы с женой решили что у нас четыре детей и нам не надо работать в ресторане арбат нам надо работать ближе к детям и мы устроились я плотником а жена завхозом школу а в эксадежу зарплата 80 рублей примерно и вот они такие родители хорошие они все спектакли с детьми ставили и так далее добрый день алло здравствуйте здравствуйте меня зовут ольга меня такой вопрос слушала ваши передачи которых вы говорите понять простить это не я говорю это говорит этот самый comedy club такая передача насчет понять и простить в общем то по большому счету понимаю что мама своеобразный человек может быть даже с какими-то там болезненными свойствами нервной системы и в общем я да это все воспринимает даже через призму того что это скорее через как бы диагноза уже через ее вопрос такой я вот недавно ростах мужчины в котором в отношениях стояла 7 лет ну как недавно полгода уже а до сих пор я с ним веду как вы говорите внутренние диалоги свои нахожусь в каком-то вот вернее монологи вот я все что-то там пытаюсь сказать вернее доказываю правоту как бы мысленно общаюсь с ним доказываю свою правоту почему то есть я не могла поступить иначе почему мне нам надо было расстаться вот говорить что это связано с тем что я еще не простила маму не в чем вопрос но вот чем связано что я пытаюсь я не хочу ни с кем знакомиться я хочу отношения я понял спасибо вам большое я вам расскажу немножко предопределили я хотел это оставить на последний таскать итог программы но раз сейчас такой пошел звонок надо не ответить сейчас конечно вас друзья мои выбор вообще нет никакого если ваша мама действительно тушила у вас сигарета вам придется все равно с этой ситуации что-то делать почему потому что обида на родителей а она будет преследовать вас противном случае всю жизнь и вот то что сейчас рассказали это как раз история вот как это выглядит реальной жизни до тех пор пока вы не решили проблему с мамой и с папой или только с мамой с кем у вас проблемы у вас сожалению вероятно с очень большая будут проблемы с другими людьми вы это не понимаете вы может сказать а какая связь вообще я девочка это моя мама мы вообще мужчина говорит дело не в этом дело не в маме не в папе тем более не фанат психоанализа дело в родителях и мама здесь играет роль и для мальчиков и для девочек вот это чувство обиды чувство несправедливости как она могла сам так поступить что я и плохого сделала за что можно было так с ребенком и так далее это и есть сожаление ваш эмоциональный мир почему ребенок любит родители просто так он когда рождается у него как животные привязанности к родителям маме особенно папе в процессе участия папа в жизни формируется привязанность и вот ребенок любит родители в это время ведут себя странным образом вот сигареты тушат ногами бьют не кормят заставляют мыть полы прямо посреди ночи на улице не отпускает орут скандалят я не знаю все что вам придет в голову вы можете туда вставить и у ребенка получается очень жесткая зависимость любви от страданий определенных например люблю и скучаю люблю и боюсь люблю и жду люблю и чувствую себя покинуты и так далее и когда ребенок вырастает вот это вот двойственное отношение любить и страдать которые ребенок несет от родителей она его начинает преследовать вот то что вы сейчас говорили что мы уже расстались а я продолжаю находиться в диалогах и монологах это но и есть почему любовь друзья мои это очень простая вещь это к сожалению или к счастью кому как повезет все на все и переживание детских эмоций в любви больше нет вообще ничего еще раз для тех кто не понял с первого раза любовь это переживание детских эмоций конец рассказа все что вы должны знать про любовь так вот потребность переживать те или иные эмоции формирует собственные людей с которыми вы общаетесь и отношения в которые вы вступаете понятно что кого родители целовали в попку они все время будут искать тех кто и будет их любить но и сами любить будут те у кого было тяжелое детство к сожалению также тяжело входит в отношении и такие же тяжелые отношения с партнерами обиды чувство унижения несправедливости и так далее а почему родители не отпускают это заложено ими было в детстве не то что ими буквально вот этими отношениями это ребенок уже выросший пытается найти эти чувства уже разрослая жизнь а поэтому единственный способ решить эту проблему ну может не единственного я так одним думаю это разобраться с родителями какие бы они не были и когда вы с ними до конца разберетесь психологически и вы их примете такими какие они есть и примете свое детство такое какое оно было и так дальше вас отпустят и у вас появится возможность дальше жить счастливо а именно любить себя встретить людей которые будут любить вас и иметь с ними совершенно другие отношения вообще ничего общего не имеющие жизни ваших родителей и с вашим детством я не знаю все ли понятно из того что я рассказал но так как у нас передачи каждую субботу мы будем время от времени это очень большая тема и за одну передачу не скажешь так вот женщин очень правильно формулирует вопрос она говорит это имеет какое-то отношение маня да имеет более того если вы не любите кого-то из родителей то это любовь распространяется и на вас потому что дети ассоциирует себя в любом возрасте как часть своих родителей если они обижены не любят там недовольны и так далее то они из себя тоже за это же не любят то есть они у них такой внутренний конфликт получается что я тоже плохой человек потому что то мне такие родители но давайте на этом пока мы это и ответ свой закончить точно с очень много сообщений добрый день никогда не чувствовал безусловно любви всегда было чувство что это любовь не надо заслужить поведением учебы выступления с комплекс отличится сейчас страдает за низкой самооценки как можно исправить ситуацию чего нужно начать спасибо ксюша но ведь все хотя бы к себе любовно относится называется ксюшей они ксении петровны например хорошо ксюша давайте об этом поговорим вот вы говорите о том что вас не любили безусловно и поэтому теперь пытаетесь тоже все время ну и самооценка низкой и комплексы появились и так дальше с чего надо начать первое надо понять что у вас есть потребность быть хорошей нравится другим людям и так дальше и если вы за собой это замечаете никогда не делайте то что делать не хотите даже ценой того что вы кому-то не понравитесь кто-то скажет чек ксюша плохой вот когда вы перестанете этого бояться быть отвергнуты быть непонятой вы в перчакает сделай это этого я не хочу ничего делать и вот это вот способность что будет от вас плохое мнение вас это не волнует может разрушить вот эту детскую историю что вы должны были чем-то заслуживать теперь если вы перфекционистка вас есть комплекс отличницы вы можете позволить себе делать как вы делаете не доводить до конца бросать на пол дороги и так далее то есть не надо все вот вот если чувствую там напрягает уже от нас так это ситуация такой какая она есть позволяйте себе говоря по-русски быть несовершенной позволяйте себе расслабиться если вы хотите расслабиться и так далее вот какими-то такими действиями и очень важно с людьми как я уже сказал не пытаться им нравится все на себя брать ничего не отказываться если вы чувствуете что этого делать учеб себе просто этого не делаете здравствуйте михаил у меня в детстве мама билла унижала все решала за меня выросла неуверенно в себе тревожно не люблю совершенно сейчас я живу своей семье чая адскую зависит от линии матери хочется риме угодить как от этих ощущений избавиться при всем этом ощущаю ужасную обиду за и отношения ко мне обид до сих пор не слышал если не слов любви поддержки стараясь не повторять ее поведения со своими детям и как преодолеть моральные зависимости как простить как начать себя любить спасибо ирина вот привлекается ваш ирина вопрос вопросом ксюша каждый раз когда вы хотите что-то сделать или не хотите что-то я должна спросить я это хочу или не хочу и не делать если не хотите мама может говорить да ты что что такое делаешь а вы на это может сказать мама давайте когда спрошу ты мне расскажешь пока эти они спрашивают то есть вам надо за счет поведения пытаться разрушить старый стереотип отношения с мамой своего поведения то же самое не надо пытаться понравиться не надо пытаться угодить если вам не приятно не делать этого не делайте ради маминой похвалы перестаньте спрашивать людей хорошего или плохая правильно вы делаете или неправильно потому что это все тоже из детства и это тоже провоцирует дальше неуверенность здрасте михаил весь младший брат у него дцп за пера не знаешь это такое очевидно что с ним происходит приходится нелегко в плане воспитания моя мама не очень сдержанной брата случается истерики во время занятия он психо и товаре герой дочи вор на кричит потом и старит москуда ты гадать хватит редко консультироваться только на плохом этого и что любит и так далее скажите как я объясню что с ним на нельзя вести что делать в ситуации и как перестать у нее обижаться знаете но мама видите такой несчастный чеки и надо вам надо с врачами поговорить вряд ли вы будете маме авторитетом вот когда мама придет врачей свой заранее к врачу объяснить вас такая тяжелая ситуация что врач с мамой поговорил врач который вашего младшего брата наблюдает может она врача послушает понятно что можно давать советом очень тяжело когда больной ребенок а мама ваша не совсем тоже адекватные плохо себя контролирует добрый день алё здрасьте 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 а я наконец-то да потому что мы как не могу в общем в общем меня зовут анти меня 30 лет да а я хочу задать такой вопрос а точнее вот хотел бы помять какого очень коротко у нас меньше минуты а я хочу спросить вот как можно простить маму мне кажется что я от нее до сих пор ожидаю какого-то так скажем какой-то любви какого-то потому что здесь она мне ее не давала и там у нее было много мужчин на этот погиб я все это видела она меня била тоже за то что я плакала когда она была другими мужчинами я видимо очень хочу чтобы она мне давала я вам через пару минут отвечу хорошо взрослым о взрослых ну вот постепенно мы подходим к концу программы был вот я обещал девушки к сожалению без памяти когда проблем я забываю подруг то зачем она спрашивала там понятно ли шла опять же о матери и об обиде на мать как она вела себя что она наказывала когда дочь плакала на других мужчин в это время встречался и так далее а трудно такой ситуации вообще что-нибудь сказать но надо сказать что-нибудь сказать я могу следующее не нарочно не для того чтобы вас обидеть потому что ваша мама она вас уже больше похоже на социопата есть такое тоже психическое расстройство когда чек напрямую идет своей цели социопатов основном состоят очень много заключенных тюрьмах то есть вот ее интересует мужчины а дочь и просто мешает ведь не поднять лишь не что она мать и что это дочь тоже такая болезнь вообще мы скажу американцы продвигались больше всех вот они говорят ребенку которого в помойке нашли грудного и отдали в детский дом и вот ему 16 лет и вот с ним говорят что до тебя подбросили в помойку я подобрали ты в детском доме но ты любишь своя мама по двум причинам первое она дала тебе жизнь и ты за это благодарен она тебя 9 месяцев вынашивала отдать я родила почему на помойке но потому что там люди ходят оба надеялась что когда люди увидят они подберут так оно и произошло а почему дальше так все трагически почему тебя дали таскать положили на помойку и мама ушла вот потому что она слабый больной человек который не смогла тебя воспитать и мы очень те сочувствую но то что она дала тебе жизнь и то что ты можешь вырасти счастливым человеком за это ты и благодарен вот доказалось вы знаете мне не нереальная ситуация но вы ничего не можете сказать хорошего человека который положил ребенка на помойку можно почему для ребенка для ребенка очень нужно как-то с этим разложить как-то но как-то собой разобраться договориться понять почему так до тех пор пока ребенок будет не понимает как с ним могли так обойтись за что ему это он всегда будет страдать а нам найти из такой островского пьеса называется правда хорошо и счастье лучше счастье действительно лучше и вот это вот желание докопаться до правды желания когда ребенка вот как-то но это цикл надо психологом еще ходите с вами не справляет когда с ним разговаривает объясняет что так произошло что родители к сожалению и больные люди неадекватные люди много такого ну вот тогда то ему как-то становится легче иначе он будет всю жизнь считать что на дне просто издевались ну как говорится ничего лично над ним не издевались более того те мамы и папы которые выросли и не теперь пожилые люди могут начать каяться биться головой об стену говорить вот я вот так в жизни не поступил прости меня сыночек и так далее да на самом деле они бы если вы вернулись в ту ситуацию опять привели себя так вот по какой причине когда они стали другими людьми с возрастом им тогда было скажем 30 лет а сейчас он там 70 лет 60 сейчас им кажется что они могли не уезжать другой город оставят ребенку к бабушке они могли не мешать ребенка из мужиков которых они значит видимо для секса домой приводит и так далее но когда им было 20 лет и 30 они были теми кем они были и если бы сейчас ситуация еще раз произошла они опять себя так бы привели почему потому что это психология она уже существует как вам сказать как компьютерная программа на отрабатывает те психические реакции которые в ней заложено уже родителями ваших родителей но это такая бесконечная история но нам кажется когда мы начинаем головой думать что вы могли этого не делать мы могли делать по-другому нет не могли это обидно что такая семья а отпустить можно обиду на мать за то что она не могла жить по-другому не знаю кому от этого легче или нет я хотел вам помочь